Дамы и господа, это видео презентация нашего Нева Камыля. Сейчас я на нем поиграю и все о нем расскажу. И можно еще выше, в диапазон, прям, не знаю, три октавы может выдать. Вот. Это не Амыль. Кто уже слышал наши кавказские флейты, наши камыли, уже, наверное, понимает, о чем идет речь. Это открытая флейта, но в особой модификации. Чем она характерна? У нее шесть пальцевых отверстий, в отличие от традиционных трех. И у нее полная, в этих пальцах, у нее полная диатоническая октава. Если кому-то это о чем-то говорит. Что это дает? Именно вот такая аппликатура. Это дает полный звукоряд нижнего регистра. Вот это вот самая мощь, где. И на традиционных трехотверстиевых инструментах, там, в этом нижнем регистре идет разрыв. Сначала идет четыре ноты нижнего диапазона, а потом идет разрыв аж на следующий передув. Вот здесь такого нет. Здесь у нас полную октаву дает нижний регистр, а также все-все остальные верхние передувы. Это первая характерность. Значит, звукоряд у нас представляет собой, как на, допустим, на свиреле, как на висле. То есть это миксельдийский лад. Единственное, что последнее отверстие у нас сделано не под верхний палец, а под нижний. И оно дает не тон, как обычно, а полтона. То есть получается... Вот, получается миксельдийский лад, и который очень-очень удобен в практике. Вот, можно от второй ступени играть натуральный минорчик, ну и все такое прочее. Что еще хочу сказать. Здесь слайд. Здесь есть слайд, чтобы немножко подстраивать, подстраивать свой тон. Это часто очень необходимо, особенно практикующим музыкантам. Но у слайда есть еще один очень важный прикол. Вот я играл зубно-языковым звукоизлечением. Это дает мощный звук. У этого зубного звукоизлечения еще есть мягкий такой регистр на более дальнем зубе. Вот. А также есть ковальная, ковально-нейвая звукоизлечения, когда это делается на губах. Еще осетинский уаднесс тоже так, 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 тоже на нем играют. И есть один важный технический момент. Что артикуляция, ну то есть стройность этих двух звукоизлечений, она разная. Вот то, что будет строить у нас на зубах, это же самая мензура, как бы у нас будет сильно высить на губном звукоизлечении. Почти на четверть тона. Вот. И это можно компенсировать с помощью слайда. Мы раздвигаем просто нашу мензуру и компенсируем, понижаем наш строй. И еще характерно, что голова у нас теперь сделана из пластика. Многим играть на металле с зубами очень неприятно. Я немножко тоже отношусь к этим людям. То, что металл с зубами соприкасается не очень приятно. Это, в общем, мы решили компенсировать это вот этой вот пластиковой головой. Вот. Которая имеет достаточно такой деревянный звук. Но в целом тембр камыля от полнометаллического почти не отличается. У этого неокамыля. Вот. Под конец, что еще хочу сказать. На базе этого же слайда есть еще у нас две версии камыля. Это даже не камыля, а как бы этой флейты. Это то же самое. Тот же самый инструмент, только с хроматическим строем. Этот строй почти идентичен армянскому блюлу. Если кому-то это о чем-то говорит. Это армянская открытая флейта. Вот. Но идея ее в том, чтобы вот этот диатонический, на котором я сейчас играл строй. Просто в промежутках у него еще есть полутоновое отверстие. И у нас играют практически 9 пальцев. 8 сверху, 1 снизу. Вот. И это позволяет играть всякие более, там, менее диатонические вещи. Но об этом инструменте я расскажу в отдельном видео попозже. И есть еще обычный амыль в ля. Вот. И у него тоже есть слайд. Но настройка традиционная. С тремя отверстиями. Но с таким же слайдом можно двигать и пластиковая голова. При металлическом теле. Вот. Наверное, это все, что я хотел сказать. Об этих двух инструментах я расскажу в отдельных видео. А пока что диатонический неокомыль. Амыль, позвольте вам представить. Обожаю эту флейту. Играю целыми днями.